Многим из вас наверняка нравятся яркие принты, но когда дело доходит до интерьера, то применять их страшно. И в результате выбирается что-то нейтральненькое или вообще однотонное. Мне это очень хорошо знакомо. Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша, и сегодня я вам расскажу, как можно использовать даже самые яркие и насыщенные принты в интерьере, и при этом не переколхозить и оставить его лаконичным. Погнали! Когда я делаю подборки с какими-то яркими насыщенными принтами, они всегда привлекают внимание. Их хочется использовать, но использовать очень страшно. Несмотря на то, что я говорю, да, действительно, мы можем не бояться и заклеить полностью периметр яркими обоями, сделав при этом лаконичную мебель, это все равно очень-очень страшно, требует очень хорошей геометрии, очень такого чистого интерьера, да, когда шаг влево, шаг вправо, и все разваливается. Очень сложно с этими принтами потом сочетать декор, навешивать какие-то картины, ставить какие-то там элементы, даже не знаю, там, банально поставить какую-то вазочку уже будет достаточно сложно. А есть, на самом деле, достаточно простые и проверенные приемы, когда можно использовать яркий принт очень просто. Первый. Вы видели наверняка обзор моей квартиры, если не видели, то вот тут вот, где-то сейчас ссылочка всплывет, вы можете посмотреть. Там я об этом не говорила, не знаю, на самом деле, наверное, просто забыла, но у меня в коридоре на потолке обои, очень яркие обои. Кто-то даже спрашивал в комментариях, что это, да, это действительно обои. Это очень хороший прием, конкретно свою квартиру делала не я, я купила квартиру с ремонтом, но тем не менее прием этот очень-очень классный, здоровский, мы тоже где-то такой, в общем-то, применяли. В чем секрет? Секрет, на самом деле, даже не в высоте потолка, да, не обязательно потолки должны быть очень высокие, чтобы этот прием применить. Главное, чтобы помещение, чтобы потолок был правильной геометрической формы, без каких-либо выступов, без каких-либо, там, я не знаю, там, загогулин, там, я не знаю, ни Г-образный, ни П-образный, без каких-либо странностей. Потому что принт на потолке это картина, а картина должна быть правильной геометрической формы. Не бойтесь, что потолок будет казаться ниже, потому что где-то в определенных моментах занизить визуально потолок даже хорошо. Например, в коридоре. Смотрите, у нас есть такой эффект. Если у вас, допустим, квартира начинается с коридора, это на самом деле достаточно частая история, намного реже, чем когда ты входишь в квартиру, перед тобой сразу открывается пространство. Потом ты из этого коридора попадаешь в кухню-гостиную, то если у вас коридор будет такой более темный, более компактный, более может быть даже такой давящий сверху, то попадая в кухню-гостиную, если она будет светлая, с светлым потолком, допустим, закатанная в один и тот же цвет, например, в стокгольмске белый целиком и полностью потолки и стены, то при выходе из коридора в помещение кухни-гостиную у вас будет ощущение большего простора. Знаете, похожий эффект вы испытываете, когда идете, например, по какому-нибудь старому городу, по узким улочкам и выходите на площадь. Если вы посмотрите планы старых городов, ну, представьте любой старый город, в котором вы были, да, и откройте его прямо сейчас там где-нибудь там в гугл-картах, и вы удивитесь, что на самом деле эти все площади, они достаточно небольшие по размеру. Ощущение это как раз-таки создается из-за того, что вы шли по такому достаточно узкому зажатому пространству и попали в более просторное пространство, и на контрасте оно смотрится еще больше. Если вы шли по широкому проспекту, попали на точно такую же площадь, площадь, казалось бы, как раз-таки очень-очень мелкой и тесной. У нас тут соседи Новый год продолжают праздновать, поэтому если вы будете слушать посторонние шумы, чтобы что-то падать, топать, это не мы, это вот так вот. Это Новый год, это каникулы. Соответственно, этот же прием вы можете использовать в своей квартире, сделать в коридоре темные стены, наклеить на потолок принт. Кстати, можно сделать обратное, можно сделать принт по стенам и темный потолок. Казалось бы, это более такое традиционное стандартное решение, но на самом деле оно более сложное, потому что если у вас будут принтованные стены коридора, вам нужно будет более тщательно продумывать мебель, развеску там, зеркал, картины, декор и все такое прочее. Если у вас будут стены однотонные, с ними будет намного-намного проще, а потолок, ну, на потолок вы все-таки декор и вазы прибивать не будете, он у вас сам является декором. Ну, а кухню-гостиную, общее пространство сделать светлым и создать ощущение большего простора. Следующий прием очевидный, но не очевидный. Один из самых очевидных приемов использования принта – это акцентная стеночка, от которых я очень часто в тихом ужасе, потому что вот эта вот история, мы сейчас, значит, все сделаем однотонным, а вот эту вот стеночку сделаем поярче. Я в таких случаях обычно говорю, отстаньте вы от стеночки, да, либо уж все делайте однотонным, либо уж все делайте принтом, ну, а дальше там используйте однотонную мебель, думайте о композиции и все такое прочее. Не просто однотонную, еще однотонную отдельно стоящую, то есть не встроенной, чтобы у вас был замкнутый вот этот вот принтованный контур. Вообще контур всегда должен быть замкнутый, вот. Вот интерьер состоять из объемов, ну, ладно, это там другая история, иначе я сейчас опять растекусь белкой по дереву. Так вот, если вам хочется сделать вот этот вот один большой акцент, он вполне себе понятен. Не надо делать стеночку, сделайте большую картину. Опять-таки в моей квартире до того, как я переехала, это фотографии сейчас с Авито, там была вот такая вот картина из обоев. По сути дела, вам нужен очень большой подрамник, который вы оклеите обоями. Таким образом обои у вас станут не стеночкой, а картиной. По сути дела, все то же самое, но чуть-чуть под другим соусом подано, и, соответственно, это становится более, скажем так, естественно, понятно и очевидно. Потому что когда вы какими-то кусками клеите обои на стену, это вот, ну, честно скажу, реально странно. Блин, я хочу еще сделать выпуск про ошибки в интерьере, как люди ошибаются вот с точки зрения вот каких-то вот таких вот базовых вещей, интерьер у них разваливается. Только потому что зачастую не понимают, что откуда взялось. Ну, там, один из таких ярко выраженных примеров, когда у нас прорезаются карнизы, чтобы вывести туда вентиляцию. И вроде как бы это смотрится интересненько, оригинальненько, но если мы начнем раскапывать, да, то карниз изначально – это архитектурный элемент, призванный защищать стену от дождя. Понятное дело, что в интерьере, тем более сейчас, это чистый декоративный элемент, но все равно суть-то его изначальная, она осталась, и когда ты видишь вот этот вот в дырах карниз, то есть элемент, который призван защищать от дождя в дырках, это, блин, как ваза без дна, реально. Да, мы не во всякие вазы наливаем воду, но все равно ваза без дна – это, блин, странно. Вот ты ходишь по центру Санкт-Петербурга, поднимаешь голову наверх, видишь огромное количество зданий, да, даже мы вот, у нас офис находится на окраине центра, вот я сейчас выйду, буду ходить, везде будут вокруг меня эти карнизы, там не будет дырявых карнизов, и поэтому когда-то в интерьере вдруг видишь дырявый карниз, ты думаешь, блин, ну как так, что это происходит? Я могу также сказать про состаренное дерево на фасадах кухонных и кучу всего, но это будет отдельный выпуск. Напишите, если вы хотите, мы его обязательно сделаем. Но вернемся к стеночкам. Так вот, одна эта акцентная стеночка – это очень часто такая же странная история, вот. А картина, навешанная на просто обычную стену, да, это гораздо более естественно, ну, это понятно, очевидно. Вот стена, вот картина, что тут непонятного? Кстати, если вам даже не нужна вот эта вот супер большая картина, если вы не хотите акцентную стеночку, вам нужно как-то оформить интерьер. Например, вы делаете квартиру под сдачу в ту же посудку, да, купить рулон обоев с супер яркими, какими-то интересными принтами – это тоже такой хороший способ быстро задекорировать интерьер, потому что даже если вы пойдете покупать какие-то постеры, ну, во-первых, они очень часто, ну, такие себе, либо какие-то мелкие, либо какие-то очень типичные, да, опять же, постер что? Вы купите постер, вы купите рамку, и все это будет смотреться достаточно типично. Вы можете купить рулон обоев с супер ярким принтом, купить подрамников, обои натянуть на подрамники, и вот эти вот картины, обоиные картины, развесить по интерьеру, который вы декорируете. Называется «Хозяйки на заметку», дизайнеру на заметку, получится очень-очень здорово. Иногда, листая какие-то каталоги в том же обойке, вот, я смотрю и думаю, ну, вот куда эти обои? Ну, это реально, это не обои, это картины, и прямо хочется этот рулон купить в качестве картины. Да, кстати, вы же помните, что обойкин наш давний партнер, все вот эти обои, которые тут мелькают, их можно купить в обойкины, не только их, но и другие, не только принтованные, но и однотонные, и на самом деле не только обои, но и краску, если вы адепт покраски, а также лепнину, про которую то, что тут мельком упоминала, и много-много всего. Да, у нас есть партнерская скидочная карта, сейчас она появится на экране, скриньте, запоминайте, используйте, она даст вам скидку 7%. И да, внимательно следите за нашим контентом, потому что карты эти, как и промокоды, они периодически меняются. Всегда ищите последнюю актуальную, а то я знаю, кто смотрел наши какие-то старые ролики, они карту запоминают, и несмотря на то, что они смотрят нас регулярно, они приходят потом и такие, типа, а, карта не работает. Да, потому что она уже другая. Знаете, как вот промокоды меняются на маркетплейсах, так и карты меняются. Не так часто, как промокоды, но, тем не менее, это работает. В ближайшие месяцы точно. Ну, а там дальше следите за нашим контентом, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, разрешать вашему устройству, девайсу, телефону, планшету, или где вы нас смотрите, присылать вам уведомления, и не пропускайте наши выпуски. Да, и на наш канал в Телеграме тоже подписывайтесь, потому что там всегда будут самые-самые актуальные скидки, акции, новости, посты, контент и куча-куча всего. Все ссылки, как всегда, в описании. Я уже упомянула, что можно не бояться и делать целиком и полностью помещение принтованным. Но, понимаю, вас прекрасно страшненько. Сделать кухню-гостиную в какой-нибудь безумный цветочек, ну, такое себе. Потому что цветочка этого будет очень-очень много. В кухне-гостиной вы времени проводите тоже достаточно много. И, да, с большей долей вероятностью он вас подавит, вам надоест. И вы будете уже совершенно не хэппи от того, что сделали такой выбор. Но во многих квартирах, хотелось бы сказать, во всех, ну, к сожалению, не во всех, хотя я искренне вам желаю, чтобы у всех вас в ваших квартирах были такие помещения, например, гардеробные, какие-то подсобные помещения, да, которые тоже нужно, не можно, а именно нужно оформлять как-то красиво, круто, здорово. Так вот, почему бы не сделать яркие принтованные обои где-нибудь в гардеробной? Мне кажется, это круто и здорово. И, опять же, гардеробная не кладовка, вот, а хорошо сделанная гардеробная, там, где не будут лишь бы вот так все как-то запихано, которая действительно хорошо организована, там вполне себе естественным образом, оклеив, да, целиком и полностью гардеробную в принт, у вас все равно этот принт будет проглядывать частями между рядами с вашими, там, одеждой, какими-то коробками. Если это будут коробки не из-под телевизоров и мультиварок, да, которые вы, непонятно, зачем храните, а одинаковые, специально купленные для организации пространства, то это будет круто и здорово. Еще один из таких способов это взять и, ну, как бы гардеробный, это у нас, по сути дела, шкаф, так вот, можно обоями оклеить внутренность шкафа. Особенно, если это ваш какой-то старый шкаф, понятное дело, делать шкаф под заказ, а потом его внутри оклеивать обоями, ну, блин, всегда как-то страшненько. Хотя, если честно, вот, лично меня не парит взять и оклеить или перекрасить даже в том числе какую-то совершенно новую вещь. Но, если у вас есть какой-то старый шкаф, который вы хотите обновить, то уж с ним абсолютно точно так можно поступить и внутренность его оклеить чем-то ярким. Вообще, на самом деле, прием этот такой вот, ну, достаточно типичный, и взять, сделать внутренности какие-то яркие, ну, например, шкаф или комод, у вас там белый, да, вы открываете ящик, он внутри там, не знаю, красный или зеленый. Прием известный. Можно сделать то же самое, но только с обоями. Вот, понятное дело, ящик оклеивать обоями не очень практично, потому что обои там обдерутся, и особенно, если это ящик для ножек, вилок, чего-то еще, это будет не здорово, да. Но если это у вас платяной шкаф, где у вас рейл и вешалки, то, оклеив его изнутри обоями, с обоями, скорее всего, глобально ничего не случится, потому что ничем это принципиально не будет отличаться от рейла в гардеробной, оклеенным также обоями. Соответственно, этот прием тоже можно использовать. Да, я вот тут упомянула коробки из-под телевизоров и мультиварок, да, и упомянула шкаф, который не новый, а старый, который мы обновляем и переделываем. В общем-то, два этих приема можно совместить, если у вас есть какие-то коробки, которые, да, вам не нужны, но, я не знаю, почему-то вы их храните, вы в них что-то складываете, у вас нет пока бюджета купить вот эти вот красивенькие одинаковые коробки, да, чтобы у вас все это очень красиво, хорошо и здорово стояло. Вы можете взять вот эти вот старые коробки, купить какие-то яркие принтованные обои даже из остатков, из остатков, если это остатки рулонов, да, там одна-две штуки, они очень часто бывают в распродажной корзине, в обойке, не есть, кстати, распродажные корзины, и, оклеив их, сделать, ну, скажем, коробки более симпатичными. Кстати, еще принтованные обои можно использовать как упаковочную бумагу. Этот совет, наверное, был бы актуален перед Новым годом, но уже после Нового года, но все равно можно упаковывать в обои крупные подарки, вот, например, на день рождения, потому что Новый год прошел, а день рождения у всех в разное время, у кого-то, возможно, даже завтра. Так что не бойтесь ярких принтов, смело их применяйте, если кто-то уже применил, если у кого-то еще тоже есть обои на потолке, или кто-то использовал вот этот вот прием, когда у нас коридор, допустим, такой тесный, узкий, а потом из него попадаешь в какое-то большее пространство и знает об этом эффекте, делитесь, присылайте ваши фотографии. Вот, кстати, в Ютубе нельзя присылать фотографии, а в Телеграме можно, так что это еще один повод подписаться на наш Телеграм-канал, там всегда есть анонс выпусков, и туда в комментарии можно прикрепить ваши фотографии, ваши приемы. Если кто-то круто как-то применил яркие принтованные обои, тоже делитесь. Мы всегда рады вашим фотографиям. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok